Откуда я здесь такой вот? Вот десяточек-турнайки, неплохо. Что же я наделал, мама? Это такое начало. Друзья, всем привет, с вами Машка Соколова. Ну что, пора отдать полномочия ведения канала Славия. Я улетаю в Монако, и сегодняшний выпуск будет посвящен футболу. Я залетаю на этот канал с определенной рубрикой «Футбик». Все хотели или не хотели, но получили. Сегодня первый футбольный челлендж на этом канале. Челлендж будет состоять из трех участников. Это человека, который закончил спортшколу, почти заиграл, но не заиграл. Это я. Человек номер два – это мой маленький ученик, которого видели на прошлой тренировке. Человек, который еще играет в спортшколе, у которого еще в теории есть шансы заиграть. И третий человек – наш друг, который никогда не занимался в спортшколе, никогда не тренировался, не обучался футболу, зато долгое время уделил хоккею. Просто звезда, звезда, подъявшая из Барселоны. А также сегодня с нами будет во всем этом челлендже принимать участие наш друг-вратарь, который изрядно поднабрал где-то, наверное, килограмм 100 с тех пор, как я его не видел. Настоящий мешок в воротах. Но тем легче будет нам, бревнам, ему забивать. Итак, суть челленджа. Челлендж будет состоять из трех этапов. Этап номер один – это лонгшот. У каждого участника будет по пять ударов. Этап номер два – это классика пенальти, тоже по пять ударов. И этап номер три – это выходы один на один, также по пять. Потом мы суммируем общее число голов и один победитель получает приз. Чек на 10 тысяч рублей в Найке или в Адидасе. Ну что, по мышцам разберемся, как обычно. Давай, давай, быстро начнем. Быстро на счет три. Раз, два, три. Первые ножницы. Первые ножницы у тебя в детстве были. В моем детстве первых ножниц не было. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. О, первые по пять лонгшотов. Бьем по очереди. Иван. Просто дайте контракт, ФНЛ. Нет. Кто тренируется, блядь? Это все наше будущее? Ладно, ладно. Первый был разминочный, я не пострелялся. Не пофигу, как забивать. Так, так. Это Барса, что ли? Кого я привел? Я хотя бы в створ попал. Геннадий Борисович, я посвящаю этот гол, как обычно, вам. Бося, готов? Откуда я здесь такой? Вот пишите просто меня на контракте. Спортивная школа Крылатская воспитала в нас чемпиона. У меня другая школа воспитывала. Брат на камеру, работаю. Я переволновался, короче, сейчас идут камеры, там все дела, а я так никогда не бил. Ребят, мы просто не профики, но мы на камеру никогда не работали, как бы, поэтому так мы забиваем 10 из 10. Да. Ну, это если с метра бить. Он бьет, так и не узнав, что в Найк мы не поедем. Либо не дат, кстати, тоже. Ну, как бы у профиков тоже бывают осечки, ничего страшного. Сейчас будет удар в стиле Дэвида Бэхэма. Дэвида Джотта, запомните, Бэхэм всегда делал так. Я думал, мы в Американочку играли, палтосик заработал. Это был очень слабый удар. Классо, ребята, вот так это делается. Я просто обманул его своей пакетикой. Слышь, он здесь газончик вырвал. Маш, ты видел, где я забил, а? Как лох. Лох. Гол не пахнет, знаешь, гол не пахнет. Даже комментировать не нужно этот удар. Саня, Саня играл реально в американский футбол в московских патриотах, чтобы вы понимали. Эта команда, они просто, не знаю, коронавали американский футбол в России. Сейчас будет неожиданный удар. Сейчас будет удар на силу. Теперь надо забить, и мы сравняемся. Только что вы могли наблюдать, как нашего арендованного вратаря просто надбил у него, разлетелась пыль с перчаток. Я здесь нахожусь нормально, пока слабо ударю, пока слабо, это разминка. Пыль с перчаток летит давно не стоял, как бы. Валяц, если едем в Nike, пять тысяч твои. Десяточки в Nike неплохо. Мы, к сожалению, не в кроссбар играли. Да блин, что так летит отсюда, херня. Мы пробили по пять лоншотов. Счет у меня два, у Лехи один, у Сани ноль. Ну что, испытание номер два, это пенальти. Сначала пойдем уверенно. Знаете, у меня реально всегда была проблема в спортивной школе, я вообще ему не мог забить. Он всегда гадает мои удары, всегда угадывает. Поехали. У-у-у, а есть шансы, есть шансы. Ну блин, стань! Ты! Я размочил, ребят, это только начало. Догоняем славу. Илюша! Ну, знаете, как говорится, какой учитель, такой и ученик. По задумке пятерка, по исполнению нулище просто. Слушай, брат, скажи мне, кто фаворит вообще из нас у троих? Для тебя, брат, за кого ты болеешь? Ну я за... Вы оба как бы не очень, поэтому... Точнее трое, поэтому они за кого особо не болеют. Сейчас третье мы пенальти. Сейчас будет, сейчас будет пиздец красиво. Если вам реально нужны ноги мастера, позвони. На нерву! Я вратаре прыгну, да? Да, прям я бью. 8 лет в футбол, ребята, я на гол выше, чем... чем, который никогда этим не занимался. Удар номер 4, пока лидирую, уверенно. Это что такое? Это... это... Это вы ее... Сазы вытвалит, да? Блядь, не слаждаешь? Это боль флагба, ребят. Оооо! Рука, вы видели это, блядь? Просто выставленная... Просто выставленная рука. Все, я не заоценил его. Что же я наделал, мама? Каба, изи, го. Не, ну брау, брау, брау. Брау, брау. Буй. Да, да. Просто реально кто-то под руку базарит. Все, все. Я сократил состояние до гола. В принципе, можно в спортшколе, походу, и не заниматься, чтобы забивать. По пять. Поэтому поехали. Наверное, мы все-таки введем владельца данного канала в этот ролик, Марию. Наконец-то. Продача Марии будет просто делать обычную от пасовки. Вы справитесь? Ну, уверена, но попробуем. Слайки с причем начинают здесь, дают вам пас, вы просто ему возвращаете, и пошел выход один на один. Если будет гол, считайте, вы, Мария, каждый раз будет голевая передача. В чем заключается ваш выход один на один? Просто дойти до точки и... со всей силы? Выход один на один, как в футболе, заключается забить тебе мешку. Нет, ну если будет тебя водить, то не обведете. Сейчас, смотри, я схаваю. На дну ля. Маш, ты что, подзем? А вот и... Да! А это болезнь! Слушай, это самое быстрое ускорение в твоей жизни, наверное, было, да? Футболище. Между ножище. Два дерева разыгрывают. Начало. Маш, давай, работаем. Вот ты что! Я вам говорил, два дерева просто работают. Маш, пи***й. Ой, как мягченько. Да нет! Если будете обводить, то не обведете. Старайтесь. Мы спокойнее, без понтов, без выпендрежек. Просто хотим в Найк с мамой поехать. Пошло. Надежненько. Ой, хорошо. Да куда ты пришел? Да куда ты пришел? Это уже все? Пошло. Бля, Баляц, тебе надо вытащить. Дайди. Бля! Да! Да! Води! Води! Такая шляпа была. Спасибо. Спасибо. Да, у нас со Славой идет напряженная борьба. Но я прошу заметить, я ученик и я ему не уступаю. Дайка, загладывай, загладывай. Ребята, видно, что вратарь не догоняет. Просто скорость слабенькая у него. Вот так, ребят, понимаешь? Не, ну если будете обводить, то не обведете. Галят, галят. Боль, по-братски, по-обветски. Обветски, братик. Якорь, якорь. Ребят, мы на опыте. Мы на опыте и без понтов забиваем опять. Потненько что-то. О, припадает. Валя, статок поймать. Напоминаю, если Леха сейчас не забивает, это победа. Я буду в словах излишен. Просто покажу всему, чему я учился. Восемь лет. Молодой. Блин. Да, да, не получится. На отскоке, но забили, п***, и гол не пахнет. Итак, по ходу этих трех этапов у нас с Лехой ничья, поэтому победителем мы выявим в серии пенальти. Играем до золотого. Промаха. Спасибо, брат. Ты мне реально подарил сейчас шанс. Знаете, это как Тириан Ри. Герой приходит тогда, когда в нем действительно все нуждаются. Я сейчас нуждался в этом сейве, и я его получил. Осталось самому не обосраться. В данный момент я уже открываю дверь Найка. Моя одна нога уже вошла, а вторая еще здесь. Да! Мама! Моя вторая мама! 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 И моя нога только что вышла из Найка и закрыла дверь. Вот это что! Рамос, ты где? У него нет нервов. Ну, как бы Найк хорошо, но мы, конечно, поедем в Адидас. Хотя мы в Пуме вообще нет. Ребят, челлендж закончился. Все молодцы. Четко. Вы сами все видели. Сами оцениваете, кто круче, кто нет. Кто бревно, кто нет. Хотя здесь все бревна. Завоевал себя. Алексей второе место. Молодому человеку. И вас после тренировки. Мама холодненькая. Это Санька, да, как подобает хоккеисту. Он боролся до конца. За каждую шайбу. Слэш-мяч. Не было шансов. Но, в принципе, один гол разницы. Челлендж закончился. Ждите следующий челлендж на точность. С теми же участниками. Будет супер круто, интересно. Ну что, без внимания. Все-таки свой канал я оставить не могу. Вот такой челлендж сегодня получился у ребят. Я со стороны за этим наблюдала. Лично мне очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Не забудьте поставить им лайк. Потому что это первый опыт. Они очень старались. И, поверьте, это было непросто. Также подписываемся на канал. Не забываем нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Следующий блок будет из Монако. За кадром с вами была Машка Соколова. Пока. Короче, берем по классике. Сильнейшую команду в мире. Ну, конечно, не лучшая в Ринал команде, да? Сильнейшая в Басилоновичке. Берем худи, так и быть. Двушку добавлю слабым этим. Ну, уверенно, да? Там, это называется, добор просто. 10 тысяч 448. Ой, папа, чтоб пин не играет. Саня, ну, как приятно с вами работать. Честный спор. Пошел. В хоккей, да? Зарубимся через полгодика. Споро в хоккей зарубимся. Спасибо, Александр. Спасибо.